Всем привет! Сегодняшний видосик будет такой обучающий, пробный. Все вы знаете и кто не знает, я приобрел станок токарный по дереву. И вот наконец-то я дождался самые дешевые резцы из Китая. Кому интересно, здесь все оставлю ссылки на станок, на резцы. В чем суть сегодняшнего видоса. Буду смотреть, что за резцы. Сразу видно невооруженным глазом, что конечно же говняные. Но для меня, для начала работы, чтобы понять что к чему, я думаю они мне пойдут. Последний раз я работал в школе, точил тарелку или даже скалку, точил скалку. Сейчас сегодня посмотрим, что за резцы пришли. И потом я постараюсь сделать какую-нибудь чудесную штуку, вот из этого полена. Начнем по порядку. Пришло вот таких, таких три, такой плоский один, пришли таких два, такой один и такой. Всего мне пришло 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 резцов. По цене полторы тысячи. Я вам скажу, что это вообще дешман. Теперь посмотрим поближе. Если вам сейчас видно, что видно, что заточка и обработка всех резцов грубейшая. Заточка как бы есть, но все косо. Так, здесь не видно. Вот здесь видно лучше. Заточка косая, все кривое. Но свои, наверное свою работу они выполнять будут процентов на 80 точно. Китай, что сказать. Галимый Китай. Вот такие резцы. Таких у меня три штуки. Такие резцы предназначены для грубой обработки. Реер, если я не если правильно говорю, кто знает, поправьте. Они служат для того, чтобы обработать грубую обработку сделать и подготовить брусок уже к дальнейшей обработке. Следующее. Месель. Надо почитать, если честно, все эти функционалы. В общем, их два штуки. Вот такой вот, один маленький, другой большой. Они служат уже для более четкой обработки, для гладкой, для не финишной, а уже для того, чтобы сделать, подготовить под узоры. Опять же, им можно отрезать. Короче, делать можно что угодно. Есть еще два. Это вот такие. Такие резцы нужны, я так понимаю, уже для узоров каких-то. Все опять же косо, если вы видите. Я так понимаю, что эта заточка должна быть ровной. Конечно же, ничего нового я не сказал, если только для себя. Ну, кто-то может и не знает. Так, начинаем работать рейером. Сейчас устанавливаем чурку, ну и потом буду по ходу пьесы, наверное, все рассказывать. На самом деле, я очень жалею, что заказал на алиэкспрессе, потому что, ну, качество само за себя говорит. Всегда, когда я что-то ищу, я всегда перехожу на Е-каталог. Вот, к примеру, сейчас мне надо найти ножовку по дереву. Я беру и ищу именно там. Для этого захожу в поиск, набираю ножовка, расширенный подбор. Здесь можно ввести, за какую сумму вы хотите купить свою ножовку. Дальше производитель. Производитель, ну, в принципе, я не сильно разбираюсь, поэтому можно выбрать любые. Тип стандартное, назначение по дереву, длина полотна, ну, пускай будет, длинная пускай будет, подобрать. Сразу же вылазят офигенные пилы, которые подходят. Ну, я особо дорогую не хочу, поэтому полистаю вниз. Какая-то вот такая прям прикольно выглядит, можно посмотреть. Здесь все характеристики, то есть написано все про эту ножовку, отзывы, обсуждения и сравнить цены. Здесь можно выбрать цену, которая приемлема для вас. Ну, в данном, в данной ситуации Кувалда.ру. Если вы еще не пользуетесь Е-каталогом, то оставлю ссылку в описании. Дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Короче, если вы собираетесь работать на токарном по дереву, то должны понимать, что не избежать дохренища опилок, дохренища пыли, благо, что она у меня сыроватая. Как бы это и минус, и как бы это плюс. Минус в том, что когда изделие высохнет, оно потрескается, береза трескается, ее надо правильно сушить. Может быть, если интересно кому-то, сделаю потом такой видосик, как правильно высушить березу. Здесь я не стал этого делать, потому что не было времени, хотелось побыстрее что-нибудь тачкануть, проверить резцы. И поэтому она, скорее всего, у меня потом треснет. Ну, когда начнет высыхать уже изделие. А по поводу того, что сырое, обрабатывается просто замечательно, ровненько, круто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Резцы, конечно, заточены по-ужасному. Ну, и, наверное, тут металл стрёмный, я так предполагаю. Ну, как бы если не каждый день точу, что, в принципе, можно заточить, поработать, что-то выточить. Ну, в основном, токарник для чего? Для каких-то моих экспериментов. Какие-то шкивы вытачивают, какие-то... Какие-то, 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 какие-то... Какие-нибудь какие, короче, штуки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дело непростое, как бы не казалось, как это всё просто. Потому что на самом деле можно и пострадать даже. Так же может и закусить, и ударить, и шар выбить. Короче, надо быть аккуратным. Лучше всего, конечно, работать в очках. Лучше в маске, если вообще неопытный. Я неопытный, но, как бы, очки снял, не видно нифига. Ну, уже грубые работы все сделаны. Лучше в маске. Захигачил я вот такую вот статуэтку. Осталось привести её в божеский порядок. Сейчас я это и сделаю. Масло, воски для дерева, колеры. Оставлю ссылку. Отличного качества. Там будет скидка 10%. В данном случае покрываю твёрдым маслом. Обильно покрываю. И оставляю на полчаса. Прошло сколько-то минут. Полчаса примерно. Всё лишнее вытираем. У нас получается вот такая вот декоративно красивая. Хотелось бы, конечно, темнее. Но какая есть. Просто сделаем на несколько раз. На несколько слоёв. То есть слой наносим. Потом даём высохнуть. После того, как высох слой, наносим ещё один слой. Всему это делу даём высохнуть. Морилка на водной основе высыхает. Масло, конечно, не высохнет. Оно впитается. И потом примет уже своё положение. И не даст воде туда проникать. Но мы поступим так. Мы сейчас дадим маленько высохнуть. И всё это дело ещё покроем лаком. Конечно же, так не надо делать. Было бы. Но я хочу. Хочу это всё залакировать. Ещё не подсохло. Сделал я вот такую вот оригинальную подставочку для ручек. Пойдёт к детям на стол. На письменный. Ничего особенного. Но просто испытывал токарные резцы. Токарный станок. Понимал, что как работает. В принципе, всё получилось. Всё, что затеял. Если понравился видосик, ставьте лайк. Подписывайтесь. Будем мутить. Конечно, не такое. Поделка для школьника. Но такие вещи тоже приятно делать. Потом смотреть на них. Подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok